Реймелл, English, английский пятый класс, учебник, юнит 1, степ 4 и упражнение номер 9. Выберите правильные формы глаголов, чтобы завершить предложение. В примере, в прошлом году ник, выбираем вариант, 13. То есть, понятное дело, если в прошлом году, то глагол в прошедшем времени, то есть нику было 13 лет, имеется в виду. Из – это глагол есть, то есть он настоящего времени. Его аналог в прошедшем – это was. Вот и получается, что мы должны выбрать was. То же самое делаем с нашими предложениями. То есть для начала обязательно делайте перевод на русский, чтобы вы увидели, как я называю, сигнальные слова, которые указывают на время предложения. То есть или завтра, или три дня назад, или каждый день. То есть это все указывает на время глагола. В прошлом январе мы, и понятное дело, то есть go – это ходить или ехать, и перевод, конечно, прошедшим. Поехали в Шотландию на поезде. Если мы поехали прошедшего времени, то есть pass simple, то нам нужна вторая форма глагола. Вторая форма глагола go – это как раз и есть вот этот went. Мы часто, снова этот ехать, да, туда на поезде. А вот то, что мы часто ездим туда на поезде, это уже говорит о ваших привычках, то есть о каком-то регулярном действии. Значит, мы работаем уже с present simple, то есть настоящим обычным временем. И значит, нам нужна просто первая форма go. Last January we went to Scotland by train. We often go there by train. Второе. Брат Джон. Первый вариант переводится «собирается посетить». Второй вариант, видите, «иди» стоит, значит, прошедшее время. Посетил. Париж вскоре. Понятное дело, как только вы видите слово «вскоре», у вас будущее время, да, скажем, то есть мы по-русски, конечно, скажем «будущим», то есть он посетит вскоре или он поедет вскоре. Ну, его аналог – это «собирается посетить», то есть это тоже как бы относится как к будущему, но, видите, тут у нас через continuous мы работаем. Эту фразу вы уже видели в своем степе, то есть вы с ней работали, поэтому вот вам еще раз напоминают. Джон's brother is going to visit Paris soon. Третье. Они decided решать. Поехать в Россию в июне. То есть, понятное дело, они не решают поехать, а они решили поехать. То есть все уже совершено, значит, прошедшее время выбираем decided. They decided to go to Russia in June. Beth – если у нас там комната с этим do или didом идет, значит, это уборка этой комнаты, то есть Beth убирает комнату или убрала комнату два дня назад. Конечно же, как только ago встречаете, кстати, такое очень яркое сигнальное слово, у вас всегда pass simple, то есть вы ставите вот как раз вторую форму did. Она всегда убирает свою комнату в субботу. Раз – always, то есть это всегда регулярное какое-то действие, это уже present simple, то есть настоящее. Мы ставим does. Beth did her room two days ago. She always does her room on Saturday. Кстати, почему здесь именно does, а не do? Напомню, если в подлежащем стоит третье лицо единственного числа, то есть он, она, то мы к глаголу, то есть do – чистый глагол в первой форме, должны добавить as, ну, в данном случае и as. Пятый. Ты знаешь, где Лондон дословно есть? Или же ты знаешь, где Лондон был? Понятное дело, Лондон существует до сих пор, поэтому это относится к настоящему времени. И вопрос звучит по-русски более красиво. Ты знаешь, где Лондон находится, имеется в виду? То есть в любом случае мы выбираем настоящее время – as. Do you know where London is? Шестой. Борис иногда имеет или имел друзей в его… Ну, это получается, он их туда приглашал, вроде бы так, хотя странно очень. Друзья в загородном доме. Ну, пусть будет как приглашенные друзья, то есть не в смысле, что у него друзья вот там на даче, да, где-то, то есть тут как-то почему-то именно с домом связано, то есть он их там принимал, вот такое лучшее слово скажем. Так вот, sometimes – иногда. Поэтому, наверное, не принимал, а всё-таки принимает друзей в своём загородном доме, то есть в настоящее время – это has. Борис sometimes has friends in his country house. Семёрка. Вчера я, ну, как только вчера видите, всё, вы тут как бы смело сразу на вторую форму должны ориентироваться, то есть meet – первое – встречать, а я сразу вам, вот видите, выделяю met. То есть вот когда у вас вначале идут эти сигнальные слова, вообще всё очень, в принципе, легко. Ну, давайте переведём. Вчера я встретил своего друга Алика на автобусной остановке. И восьмёрка – я не видел Фреда на вечеринке. Он был там, как мы только видим didn't. Тут опять же смело знаете, что у вас по simple. И после didn't вы никогда не поставите вторую форму. То есть didn't плюс v1 – первая форма глагола. Это всегда без исключений. То есть как только didn't видите, всё, вот это смело, прям этот си подчёркиваете, да, ну, или любой другой глагол в первой форме. Он там был? Ну, тут по смыслу, понятно, спрашивали про прошедшее время, но раз прошедшее, то, конечно, was. I didn't see Fred at the party. Was he there?